эти антонио маргарита конечно все любители бокс знают вот он у нас от нас слева 32 года ему бывший чемпион мира одержал ряд сокрушительных побед на сильнейшими бойцами такими как кермес синтрон мигель кота вот но последнем бою проиграл американцы шейна мозли плюс еще был улечен в использовании запрещенных материалов бинтование тейпирование рук и было дисквалифицирован на год сейчас по прошествии 15 месяцев вновь выходит на ринг чтобы так сказать сбросить себя ржавчину от такого длительного застоя и что касается его соперника на самом деле роберто гарсия по мнению знающих людей экспертов боксер весьма серьезно но безусловно никогда не имел соперников такого ранга такого класса никогда не боксировал на таком уровне как антонио маргарита вообще говоря роберто гарсия как многие выбившиеся наверх бойцы также как и не выбившиеся боксер трудной судьбы в детстве очень рано вместе братьями потерял родителей после чего жил у дедушки с бабушкой и вел себя очень плохо в общем был на волоске в подростковом возрасте это одна из очередных историй про то как бокс спас очередного бедолагу трудного ребенка очень рано роберто гарсия добился успехов на любительском ринге а затем и на профессиональном и вот сегодня самый звездный соперник у него и безусловно самый трудный самый тяжелый бой его карьеры вот этот господин который так несколько скованно движется к рингу и и выглядывает из-под своего толпака капюшона это и есть антонио маргарита гроза дивизиона тот который сумел сотворить немало чудес в ринге и очень хочется верить в то что вовсе не все эти чудеса были связаны с запрещенными веществами в его перчатках антонио маргарита вообще конечно представляет собой интересный типаж боксер высокий при этом не такой уж быстрый с виду казалось бы тягучий но все делает настолько вовремя и самое главное безостановочно и безжалостно что в общем период перемалывает всех своих соперников и иметь с ним дело очень трудно ну вот сегодняшний соперник конечно роберта гарсия далеко не фаворит в этом поединке тем не менее это крепкий бьющий боксер с тяжелыми ударами но подозреваю что существенно уступает в классе гуадалупе гарсия рефери этого поединка чисто формально говоря на кону стоит интерконтинальный титул гуадалупе 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 98 побед 2 поражения 21 бой выиграл нокаутом у роберта гарсия вот такой послужной список Я говорил о том уже, что родился то он сам в Мексике, после чего родители его с братьями перевезли в Техас. А сейчас Роберт Гарсия тренируется в Калифорнии у знаменитого тренера Фредди Роуши, в его зале Wild Card Gym. 37 побед, 6 поражений, 1 бой не состоялся, 27 боев выиграл нокаутами. Таков послужной список Антонио Маргарита, трёхкратного чемпиона мира. Боксер родом из города Тихуаны, Верхняя Калифорния. Город, собственно говоря, откуда произошли очень многие мексиканские бойцы. Рефери Гуадалупе Гарсия даёт последнее наставление бойцам. Очень сосредоточен и явно волнуется Роберто Гарсия. Ну, Антонио Маргарита абсолютно спокоен, он, в общем-то, всегда спокоен. Такой уж у него характер. Но, в общем-то, многие полагают, что для него это просто такой разогревочный, разминочный поединок, который нужен для того, чтобы вернуться вновь на вершину. Итак, приличная разница в росте. Маргарита выше. Ожидается, что Гарсия должен пойти вперёд с тяжёлыми ударами. Видимо, крюками, которые ему предстоит забрасывать наверх. Ну, вот уже Маргарита начинает сначала аккуратно так обстреливал передней рукой джебами. Вот уже начинает и бомбить издали. Точно достает Маргарита слева. Сейчас два коротких хука слева. В голову проводит он. Ну, и вот его контратака справа. И Роберто Гарсия на полу. Есть у меня подозрение, что это, в общем, неравный поединок. Вот уже видно, что для Маргарита не составляет особенного труда раскрыть защиту Гарсии и пробить точно в цель. Сейчас, кстати говоря, два апперкота подряд по туловищу были в район резинки. Тут надо повнимательнее быть, Маргарита. Я думаю, что Антонио Маргарита сам не очень-то заинтересован в скором окончании этого поединка. Потому что все-таки для того он и вышел на ринг с этим соперником, чтобы вновь почувствовать себя в своей тарелке. Чтобы вновь... Очень эмоциональная речь секундента Гарсии, который... Вот комбинация правый, левый, боковой и правый в голову. Финальный удар пришелся точно в голову и... Видите, как коротко, точно и жестко пробил Маргарита. И не выдержал этого удара Гарсия. Да, так вот, собственно говоря, задача была поставлена перед Гарсией действовать из-за джеба, двойного джеба. И... После него начинать комбинацию в атаке. Посмотрим, как удастся ему это реализовать, эту задачу. Джеб, да, мы видим. Ну, собственно, видимо, комбинация не идет, потому что Маргарита ждет ее. Ждет и готов встретить. Встретить и перехватить. С другой стороны, стоять просто, выжидать для Гарсии. Это, в общем, тоже не спасение, потому что, видите, начинается бомбежка. Маргарита издалека начинает просто расстреливать его. Причем спокойно так, совершенно как... Как на мешке. Гарсия пытается бравировать, но, в общем, тут нечего особенно бравировать, потому что он сам-то ничего не делает. Вот, конечно, не хватает ни скорости, ни класса. Все, что пытается сделать Гарсия, Маргарита, в общем, видит заранее. И легко, конечно, находит ответ, находит противоядие. И, в общем-то, совершенно беспомощно выглядит, в целом, Роберто Гарсия. Не дождались мы этих хваленных серий, комбинаций, которых требовал от Гарсии его секундант. В общем, при каждом подшаге вперед, тут же пресекает его сначала джебом Маргарита, затем добавляет собственную комбинацию. И, в общем, конечно, этот поединок выглядит, как спарринг с не очень сильным партнером. Даже не с противником. Ответьте, Маргарита умудряется подойти, пробить, сблизиться, пробить, потом уйти от контратаки. И все это, в общем-то, не торопясь делает. Я говорю уже о том, что Маргарита, в общем, не самый быстрый боксер среди топовых полусредневесов. Самых быстрых мы видели неделю назад. Это были Флойд Мэй Уэзер и Шейн Мозли. Вот активнее заработал Роберто Гарсия. Побежал в атаку. Два хука подряд пропускает Тони Маргарита. Кстати говоря, это говорит о том, что действительно потерял кое-какие навыки бывший чемпион мира. Вот казалось, что... Казалось, что, в общем, уже ничего интересного в этом бою мы не увидим. Но вот оказывается, что Роберто Гарсия успевает все-таки подойти и может все-таки выбрасывать комбинации. И, видите, уже не так просто стало для Маргарита передвигаться по рингу. Роберто Гарсия успевает. Заметьте, что после каждой удачной атаки Маргарита Роберто Гарсия начинает широко улыбаться, демонстрируя, что ему все это не почемно. В общем, ты не давал этому парню. Теперь я хочу, чтобы держал руки повыше и больше защищался туловищем и продолжал бомбить его. Вот так вот высказался его секундант. Ну, и четвертый раунд этого десятираундового поединка. Смотрите, оказывается, действительно пошел вперед Роберто Гарсия. И получается у него кое-что. То и дело пропускает Фики. То слева, то справа. соцелом Антонио Маргарита. Вот сейчас уже Маргарита расстреливает соперника с удобной для себя дистанцией. Продолжение следует... Низкий сейчас удар слева Роберто Барсио и тут же пропускает целую серию ударов в голову. Серийно работает как раз Антонио Маргарита. Он как всегда, вообще всегда бьет много ударов. Ну вот любопытно, что сейчас нет даже близкой такой вот разницы. И такое вот доминирование, которое было в первых двух раундах у Тонио Маргарита. Да, конечно, он активнее, но такое ощущение, что несколько скалался Маргарита. Ну, возможно, даже и слегка подусткало. По крайней мере, как-то не чувствуется особой тяжести мощью его ударов. А может быть, просто удачно их принимает и гасит Роберто Горсио. Ну, рекомендация для Маргариты. Постоянно меняет направление ударов вверх, вниз, по голове, по туловищу. Вот при этой затяжной атаке достаточно успешно защищался Роберто Горсио. Роберто Горсио не понес такого существенного ущерба. Такое впечатление, что Горсио уже привык к тому, откуда летят удары Маргарита. И уже особых таких ошибок не делает. Просто принимает удары на блок. А вот уже начинает отстреливаться в ответ. Роберто Горсио! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что временами не дорабатывает Гарсия. То есть можно было бы еще добавить, но как-то он... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас атака Маргарита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, как интересно, по очереди действуют бойцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала работает Маргарита. Гарсия защищается. Потом инициатива берет на себя Гарсия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончился четвертый раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пробил, попал, встал и смотрит на него дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мне нравится это не только мне, но и секунданту Роберто Гарсии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестой раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я, бывает, очень непросто следить за очередностью раундов. Особенно, когда на ринге происходит увлекательное событие. Вот сейчас активно пошел вперед Роберто Гарсия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и сейчас уже видно, конечно, что очень многое потерял Тони Маргарита. По крайней мере, в данный момент находится далеко не в своей оптимальной... Даже не то, что оптимальной форме, а просто далеко не в той привычной форме, как мы привыкли его видеть. Потому что... Ну, и посмотрите, как бойцы компенсируют все это таким шоуменством. Кривляются, показывают друг другу гримасы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что есть определенный недостаток выносливости у Тони Маргарита, в первую очередь, силовой и скоростной выносливости. Нету прежней тяжести в ударах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, что действительно пока был свежим Маргарита. Его сопернику было крайне трудно. А вот сейчас есть такое ощущение, что уже не очень трудно Гарсии. Периодически и он достает бывшего чемпиона мира. Да, ну, первый раз мы видим, наверное, в таком виде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего ты ждешь, говорят теперь уже Роберто Гарсии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а Маргарит, который решил подвигаться на ножках и поизображать себя чуть ли не Роя Джонса, это, конечно, забавное зрелище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был седьмой раунд. Сейчас уже Маргарита из стойки левшей поработал. Но мне кажется, что очень прав секундант Роберто Гарсии. Ему нужно просто идти вперед и бомбить, и бомбить безостановочно, потому что, в общем-то, чувствуется, что не так, не таков потенциал сейчас у Антонио Маргарита, чтобы он мог долго и легко вот так вот переигрывать соперника. Мне кажется, что есть шансы у Гарсии подизмотать большего чемпиона. Вот пробил. Пробил удар справа, попал в предприятие и встал. Почему не добавить? Почему не добавить снова справа, потом слева. И потом еще столько же, сколько потребуется. Место этого Гарсия играет в игру Маргарита. То есть он вроде бы прессингует, но в то же время недостаточно плотно, недостаточно безжалостно. И, в общем, всего лишь позволяет Маргарита показать свою боксерскую искуску. Пусть! 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 Ну и опять целиком на этом вина Гарсии. Зачем подходить к сопернику для того, чтобы встать на удобную дистанцию и стоять и ждать, пока он пробьет эту две серии. При этом не делая ни малейшего уклона подходить без джеба, без ударов. Сейчас решил попежонить Маргарита, пропустил справа в челюсть. Опять осталось без продолжения. Это удачная, в общем-то, атака Гарсии. Пřужинка на surface, потом вверху. Опять! Пауэзгур gjырloo! Пусть! Вот он и назад. Пусть пять! Гр GRAARS! собственно говоря насколько я могу судить обоим бойцам одинаковые рекомендации давали секунданте комбинирует удары по голове и по туловищу 8 бросается в атаку роберто гарсия вот уже работа в ближнем бою очень много промахивается гарсия тем не менее битва здесь вблизи конечно гораздо достойнее и гораздо выгоднее для гарсии нет не тот совершенно маргарита безусловно я не думаю что столь слабое показа показательное выступление бывшего чемпиона вызвано высоким уровнем и мощью его соперника я думаю что просто маргарита до сих пор не сумел набрать необходимую спортивной форме прежде всего физическую но опять же не будем забывать что бой происходит более тяжелый чем обычная категория весовой это первый средний вес маргарита привык выступать в полусреднем так ну вот сейчас объявляется предупреждение роберто гарсии мне кажется совершенно надуманно по моему предупреждение за опасное движение головы ну не знаю возможно на повторе мы увидим все-таки что там было за суровое нарушение да ну честно говоря первый раз я лично вижу антонио маргарита такой откровенно плохой физической форме тому же состоянии когда приходится удирать соперника включать ноги и не хватает мощи ударов для того чтобы держать соперника на почтительном расстоянии посмотрите два тяжелых удара по туловищу и один суп в подбородок герси свободно это все вот вот повтор был того нарушения за которой сняли очки с роберта герси я ничего там не увидел теперь же откровенно прессингуют в предпоследнем раунде роберта гарсия как-то боя не очень складывается и сейчас бойцы перешли по такому разговорному жанру за что рефери обоим сделал замечательно и сейчас начинает скандалик по поводу каких-то там псевдонарушений нарушений хотя на самом деле не было каких-то таких особых нарушений все-таки уже профессионалы если кто-то кого-то толкнул не схватил за шею это очень не повод начинает диалог да честно говоря уже хотя бы хотя бы это зрелище любопытно чтобы увидеть антонио маргарита в таком откровенно плохом состоянии может быть даже и стоило посмотреть этот поединок чтобы убедиться во всем этом своими глазами причем я бы вот подчеркнул что мне кажется речь идет в первую очередь о недостатке физподготовки выносливости потому что действительно хорош был маргарита в первых двух раундах он был быстрее было жесткость ударах но просто по мере развития у меня кажется он просто стал терять силы потерял тяжесть ударах и в общем-то сейчас концу поединка во второй половине боя выглядит таким вполне заурядным боксом не останавливайся комбинации непрерывной комбинации ну конечно нокаутировать что-то мне кажется что все это слишком и громкий шайл посмотрите на самом деле на самом деле в последнем десятом раунде роберта гарсия просто возит по канатам тони маргарита на самом деле Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и Гарсия очень плохо выполняет указания своего секунданта Вот он еще и предупреждений заработал Ну и Тони Маргарита безусловно конечно очень слаб физически И с трудом С трудом оказывал сейчас сопротивление в девятом раунде На его счастье соперник был крайне непоследователен Неточен в своих действиях Излишне груб Причем без всякой причины За что и заработал если не ошибаюсь по 3 предупреждения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж я думаю мы сейчас услышим очередное единогласное решение судей Уже четвертый за сегодняшний вечер Добрый день! что ж можно наверно надеяться на то что все-таки антонио маргарита наберет свою форму и вновь займет причитающиеся ему место на боксерском олимпия обиднее будет если этого не повторится и мы больше не увидим прежнего антонио маргарита всегда крайне жалко терять ярких интересных сильных бойцов ну и кто бы сомневался единогласно решение 99 89 99 90 ну и маргарита ну что ж а я на этом прощаюсь с вами программу владимир гендлер младший всего доброго